элегантный партнер проекта компания эталон добрый вечер но вообще-то я рассказываю сказки но так как совсем недавно в общем перечне вечерних баек стали появляться притчи и даже анекдоты пусть очень древние позволить себе вольность в очередной раз вашему вниманию индийская притча верность истине устраивайтесь поудобнее в давние времена жил царь по имени сатьеврата как-то раз за несколько часов до рассвета царь один проходил через львиные ворота своей крепости чтобы совершить святое омовение в море проходя через ворота он увидел красивую девушку от которой исходило сияние царю было интересно узнать кто она и зачем покидает городские стены в столь ранний час он окликнул девушку и она ответила что ее зовут тханалакшми богиня богатства я достаточно здесь пробыла и теперь мне хочется перемен я не остаюсь долго в одном месте сатьеврата сказал ей но что же иди я не удерживаю тебя в это время появился прекрасный юноша не спеша выходящий из львиных ворот царь спросил кто он и почему уходит из крепости тот ответил я щедрость если уходит богатство зачем мне оставаться царь позволил ему уйти и продолжал свой путь через несколько мгновений появилась еще одна привлекательная на вид фигура и оказалось что это садочара благополучия общественной жизни как можно поддерживать добрые отношения в обществе где нет богатства и щедрости воскликнула она я ухожу потому что тех двоих здесь уже и след простыл царь согласился отпустить ее продолжал свой путь а следующий беглянкой было слава которая оплакивала уход тех троих и сама пожелала уйти может ли славой гордость пережить отсутствие богатства щедрости и счастливые жизни сказала она и царь почувствовал что она права а потом отпустил ее тем временем из ворот крепости вышла то что отличалась невиданным великолепием она также намеревалась покинуть город а когда царь спросил кто она то услышал в ответ я истина на этот раз царь умолял уходящую остаться остаться в царстве в городе во дворце в жилищах подданных он сказал что если истина уйдет то потеря будет невосполнима и жизнь вообще потеряет ценность и истина решила остаться тогда мгновенно вернулась и слава ибо истины достаточно для того чтобы слава процветала вернулась и благополучие и щедрость и богатство и утвердились они в царстве все были счастливы разделить величие истины надо ли отмечать что в этом тексте слава и щедрость и богатство и истины и благополучие пишутся с большой буквы подразумевается что это как бы абсолютные величины то есть они настолько взаимосвязаны друг с другом что существовать по отдельности попросту не могут и так когда уходит богатство пропадает щедрость без нее невозможно общественное благополучие в неблагополучном обществе нет места славе и гордости но до этих пор мне в сказке было понятно абсолютно все ведь происходящее мы наблюдаем собственными глазами а вот что с этой причиной делать дальше как понять отвернулась от нас истина уже или есть еще шанс я если честно не знаю поэтому к перечню абсолютных величины диски притчи от себя добавлю последнюю надежду спокойной ночи